Естественно, это противоборство является отрицательным для экономики и Украины, и России, в том числе Евросоюза. Безусловно, необходимо решать эти вопросы за столом переговоров и определять выгодные форматы для обеих сторон. Но на сегодняшний день и Украина заинтересована в том, чтобы были медийные поводы в плане борьбы с российскими оккупантами, как это говорится, на Украине. И на сегодняшний день, когда война на Донбассе сведена на нет, и Минские соглашения в определенной сфере выполнены по прекращению огня, то необходимы новые информационные поводы. Сначала был информационный повод по авиаперевозчикам, сейчас информационный повод по транспортной логистике. И те радикалы, которые на сегодняшний день на Украине активно действуют и которые реализовывали Майдан, они находятся без работы и бездействия. И им необходимо предложить какую-то альтернативу. Это альтернатива уничтожения столбов электропередачи, которые ввели в Крым электроэнергию месяцем ранее. Это альтернатива преграда. То есть, возьмем историю этих событий. Сначала представители радикальных групп на Украине, они преградили просто дороги бетонными плитами и проверяли транзитно, в частности это в Львовской области было, транзитно идущие автомобили с российскими номерами в Европу. Это привело к ответной реакции уже Москвы. Москва на государственном уровне это запретила. И вот это вот уже таким комом накопилось и вылилось в такие серьезные последствия, которые привели к государственным уже решениям. И, безусловно, необходимо эти вопросы решать за столом переговоров. Но как это будет выглядеть, когда не Киев, соответственно, не заинтересован в том, чтобы с Москвой эти вопросы решать мирным путем? Потому что имиджево Киев считает, ну, Временное правительство в Киеве считает Россию оккупантом. И, соответственно, с оккупантами никаких переговоров, тем более за столом мирных, не может быть речи.